Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать пьесу Дениса Фанвизина «Недоросль», смотрите это видео и будете знать о жизни помещицы Простаковой столько же, сколько и человек, который прочитал эту пьесу. Написал пьесу Фанвизин в 1782 году. Работал над ней около 3-х лет. События происходят в России в XVIII веке. С самого начала расскажу, кто такой «Недоросль». Это молодой дворянин, который не достиг совершеннолетия. В переносном значении – тупой. События происходят в доме помещиков Простаковых. Госпожа Простакова осматривает кафтан, который пошили её сыну Митрофанушке. Считает, что кафтан испорчен. Зовёт Портнова Тришку. «А ты скот, подойди поближе. Не говорила ли я тебе, воровская харя, чтобы ты кафтан пустил шире?» Тришка отвечает, что он самоучка, что нужно было отдать кафтан шить Портному. Простакова зовёт мужа посмотреть на кафтан. Тот мужик слабый, во всём соглашается с женой. Тогда она зовёт брата – Скотинина. Брату же всё равно какой там кафтан. Простаковы присматривают за милой девушкой – сиротой Софьей. Нет доброго сердца, а оттого, что у Софьи было хорошее имение, которое хотела заполучить Простакова. У Софьи был дядя – господин Стародум. Он несколько лет назад уехал в Сибирь. И больше о нём ничего не было слышно. «Умер, наверное», – надеялись Простаковы. Скотинин хочет жениться на Софье. Понятно, что не из-за сильной любви. Хотя нет – из-за сильной любви к деньгам. А ещё Скотинин свиней очень любил, которых было очень много в имениях Софьи. Вбегает радостная Софья. Простакова спрашивает, чему она так рада. «Дядюшка, о котором я давно ничего не слышала и которого я люблю и почитаю как отца, в Москву приехал. Вот письмо от него». Простакова такой радости не разделяла. Взяла письмо, чтобы убедиться, что это не её жених написал. Просит прочитать письмо вошедшего чиновника Правдина. Тот с разрешения Софьи читает. Дядя пишет, что в Сибири он работал и заработал 10 тысяч рублей. Сейчас находится в Москве. У Скотинина и Простаковых чуть сердце не остановилось, когда они услышали о 10 тысячах. В письме дядя упомянул, что это состояние получит Софья, как его наследница. Простакова запищала от радости. Она уже не хочет, чтобы брат женился на ней. «Теперь тебе, Софья, жених нужен. А лучше моего Митрофанушки никого нет». Через деревню Простаковых проходят солдаты. Офицер Милон встречает друга Правдина. Рассказывает, что он любит девушку, которую потерял. Да. Раньше социальных сетей и мобильных телефонов не было. После смерти её матери любимую забрали дальние родственники. И теперь он не знает, где она. Правдин говорит, что знает одну семью, где есть похожая ей история. Просит назвать имя этой девушки. Но Милон не успевает сказать Правдину имя. Он увидел свою Софью. Влюблённые рады друг другу. Софья рассказывает, что Простакова хочет выдать её замуж за своего сына Митрофана. Милон в отчаянии. Думает, что Митрофан – достойный жених. Софья его успокаивает. Говорит, что в свои 16 лет Митрофан достиг последней степени своего совершенства и дальше не пойдёт. Софья сказала, что её судьбу решит дядюшка, который должен скоро приехать из Москвы. К этой троице подходит Скотинин, который бесцельно бродил рядом. Он рассказывает, что будет очень классно, когда он женится на Софье. На её 10 тысяч рублей он накупит свиней со всего белого света. Софья с женихом в шоке. Правдин попускает Скотинина. Говорит, что его сестра хочет Софью отдать за его племянника Митрофана. Скотинин возмущён такой новостью. Рядом идут Митрофан с няней Еремеевной. Дядя зовёт племянника, чтобы всё выяснить. – Хочешь ли ты жениться? – Хочу, дядя. Давно хочу. После этих слов Скотинин с кулаками накинулся на него. Правдин оттянул Скотинина. Еремеевна заслонила собой Митрофана. К Митрофану приходят учителя по чтению и арифметике. Но он заниматься не хочет. Переживает трагедию после общения с дядей. Еремеевна рассказала Простаковой о конфликте со Скотининым. Простакова виноватой сделала няню. – Почему ты, бестия, не вцепилась братцу в харю, не разорвала ему рыло до ушей? – Не любишь моего сына? Еремеевна от обиды заплакала. Учителя её утешили. Приезжает дядя Софьи Стародум. Его карету первым увидел Правдин и вышел встретить старого друга. Потом появилась Софья. Стародум давно не видел племянницу, но сразу узнал в ней черты своей сестры. Дядя сказал, что приехал из Москвы, когда узнал, что она здесь живёт против своей воли. А в Сибирь он ездил денег заработать, чтобы ей было на что жить. Появляются Простакова с братом. Они дерутся. Их разнимает Милон. Увидев Стародума, Простакова становится самим воплощением любезности. Со словами «Благодетель ты наш» лезет обниматься, следом за ней Скотинин, Простаков и Митрофан. Стародум всем говорит, что завтра утром забирает с собой Софью. Простакова в шоке «Как же так? Она ведь наше счастье. Мы с тоски по ней умрём. Ну тогда вам будет приятно узнать, что в Москве хочу её женить на достойном женихе». Софья, Милон – все Простаковы в шоке от этой новости. Стародум, увидев смятение у всех на лицах, успокоил Софью. «Достойный жених – это тот, кого ты сама выберешь». У всех отлегло от сердца. Простакова сразу же провела презентацию своего Митрофана. Скоро ему 16. Книги постоянно читает, учится. Чтобы это побыстрее закончилось, Правдин сказал, что, наверное, с дороги Стародум отдохнуть хочет. Общаются между собой два учителя Митрофана – Кутейкин и Цифиркин. Оба говорят, что Митрофан – дебил дебилом. За 4 года никак читать не научится, а за 3 – никак считать. И всё из-за третьего учителя – басурмана-немца Вральмана, который и сам ничему Митрофана не учит и другим не даёт. Заходит Простакова с сыном. Она ему говорит, чтобы он, для видимости, перед Стародумом поучился, свою образованность показал. Митрофан нехотя соглашается, а потом произносит фразу, которую знают все – «Не хочу учиться, хочу жениться». Цифиркин задаёт задачу – идут трое, находят 300 рублей. Сколько каждому? Митрофан не может решить. Приходит на помощь мама. Она говорит, что делить ничего не нужно. Сам нашёл, сам всё и забрал. Плохой науке учит Цифиркин. Заходит третий учитель – Вральман. Типа крутой. Если по цене от Простаковой получает 10 рублей в год, то Вральман работает за 300. Он говорит Простаковой, чтобы учителя перестали утомлять ребёнка. Простакова слушается его и уводит сына. Пацаны говорят – «Ну что, Вральман, бить тебя будем?» Вральман убегает. Пацаны смеются. Софья общается с дядей о жизни. В разговоре Стародум произносит такую фразу. Не тот богат, у кого денег много, а тот, кто отсчитывает у себя лишнее, чтобы помочь тому, у кого нет нужного. Дядя говорит, что он будет счастлив, когда Софья выйдет замуж по любви, а не из-за денег или положения в обществе. Потому что только так, по его мнению, можно быть счастливым в семейной жизни. Стародум получает письмо от друга – графа Чистана. Это дядя Милона. В письме граф пишет, что хочет женить своего племянника на Софье. Входит Правдин и Милон. Правдин знакомит Милона со Стародумом. Тот сразу узнаёт, не родственник ли он графу Чистана. Милон подтверждает, что он приходится графу племянника. Стародум говорит, что граф очень хорошо отзывается о нём. Они общаются. Дядя Софья понимает, что имеет дело с достойным молодым человеком. Милон просит разрешения жениться на Софье. Стародум с радостью соглашаются. Все счастливы. Заходит Скотинин. Начинает рекламировать себя Стародуму, чтобы он отдал за него Софью. Дядя с интересом выслушивает родословную Скотинина. Потом появляется Троица Простаковых. Мама рассказывает о своём несравненном Митрофанушке. Стародум с радостью наблюдает за этим действием. Он с Правдиным реально выгоняются с идиота. А тот со своей семьёй даже не понимают этого. «Скажи, дверь – это существительное или прилагательное?» Та дверь, которая висит – прилагательное. Потому что она приложена к своему месту. А та дверь, которая в чулане лежит шесть недель – она пока что существительное. Это ж получается, что слово «дурак» тоже прилагательное. Потому что оно прилагается глупому человеку. Конечно. Да он – бог в грамматике, говорит Правдин. Да, наверное, и в истории, и в географии. Простаковы сразу уточнили, что это за такая наука – география. «Это чтобы знать, куда едешь – Простакова отвечает. А извозчики тогда зачем?» Стародум отказывает женихам Скотинину и Митрофану. Тогда Простакова что-то замышляет. Она просит всех своих подельников в шесть утра быть на готове. Завтра она будет действовать. Правдин рассказывает Стародуму о полученном им извещении. В нём говорится взять под опеку дом и деревни Простаковых за бесчеловечие злой помещицы по отношению к подвластным ей людям. Их разговор прерывает какой-то шум. Люди Простаковой тянули Софью в карету, чтобы силой отвести её на венчание. Милон, обнажив шпагу, заступился за Софью. Когда Правдин увидел всё это, то сказал, что именем правительства нанесённая обида должна быть наказана по всей строгости закона. Простакова её муж и Митрофан бросаются на колени перед Правдиным, умоляя его пощадить их. Признают, что виноваты. Правдин обратился к Стародуму и Софье. – Ваша малейшая жалоба и их уже не спасти. Конечно же, дядя с племянницей не стали выдвигать никаких обвинений. Простакова вскакивает с колен. – Ах, батюшка, простил. Ну теперь-то я отыграюсь на своих людях. Узнаю, кто выпустил Софью из рук. Услышав это, Правдин зачитывает Простакову указ. «Именем правительства. За бесчеловечие жены вашей. Повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни». Простаковы в шоке. Скотинин говорит, что нужно убираться отсюда побыстрее. Тогда Простакова просит Правдина отложить исполнение указа хотя бы на три дня, чтобы успеть свалить. Тот отвечает, что даже на три часа не отложит. Правдин просит привезти учителей, чтобы рассчитаться с ними. Когда приводят Вральмана, Стародум его узнаёт. Всем говорит, что Вральман у него три года кучером был. Очень удивился, что тот учителем стал. А что делать? В Москве три месяца шатался без работы. Кучера нигде не нужны. Пошёл в учители. Кутейкин требует оплаты у нового опекуна за обучение. За стоптанные сапоги. Цифиркин говорит, что ничего ему не нужно, так как Митрофана ничему не смог научить. Стародум, Милон и Правдин оценили порядочность Цифиркина и сами заплатили ему. А Кутейкину сказали оплату взять у Простаковой. Вральман попросился к Стародуму снова кучером. Тот взял его. Стародум, Софья и Милон собираются уезжать. Митрофан грубит матери. Она падает в обморок. Правдин говорит Митрофану, чтобы он на службу шёл. – Да мне всё равно. Куда скажете – туда и пойду. Простакова приходит в себя. Говорит, что погибла она совсем. Власть отняли. Стыдно. Сын не уважает. На что Стародум ей отвечает – сама заслужила. Своей злобой. Всё.